Всем привет-привет! И сегодня снимаю видео о покупках с фикс-прайс. Были и расходники, и новогодние игрушки, и также покупки детям из неблагополучной семьи. Так, давайте начнем с небольших расходников. Наконец-то в нашем магазине появились вот такие вот пакеты. Это набор больших пакетов для заваривания чая. Я в них завариваю либо чай на работе, который рассыпчатый, либо завариваю травы. Так, что это за пакеты? Это размер L, 25 пакетиков. Здесь 55 рублей не стоили. У меня уже были такие маленькие, размер S. Эти уже побольше. Они прекрасно подойдут для заваривания трав. Такие пакетики. Сюда насыпаем чай, либо травы, затягиваем и в кружку. Можно привязать этот пакетик за ручку кружки. И уже трава не будет болтаться по всей кружке. У нас раньше в магазинах я не видела больших именно таких пакетов. Но сейчас наконец-то завезли. И я решила их взять. Здесь даже есть инструкция. И это Московская область. Дальше. Решила я попробовать после умывания вытираться именно вот такими бумажными полотенцами. Конечно, можно купить на Васильке небольшие салфетки. Там есть хлопчатобумажные салфетки небольшие. Но это получается дороже пока что. И я не знаю, понравится ли мне вообще в принципе вытираться этими полотенцами. Потому что их нужно брать достаточное количество. Чтобы одно полотенце на один. Потом их набираешь, стираешь и вот этот весь круговорот. Я решила сначала попробовать взять вот такие бумажные полотенца. Ими попробовать вытираться. Понравится ли мне вся эта система. Сработает ли она на моей коже. И там уже решать. Может быть и взять эти салфетки хлопчатобумажные. Такие полотенца. Обычные три рулона. А вот этот рулон вроде как заменяет три обычных рулона. Идеально впитывают. И супер прочные. Двуслойные они. Дальше. Ёлочные игрушечки. Увидела вот такие шары. Это набор от снежного кружева. Вот здесь наклеечка. Снежное кружево. Шары ёлочные новогодние. 12 штук. 6 сантиметров. Состав полистирол, пэт, сталь, полиэстер. Красные были синие. Набор синих. Именно вот таких в квадратных упаковках. Синие и красные. Давайте попробуем, откроем, посмотрим, что же они из себя представляют. И смотрите, выбирайте тщательно, потому что на некоторых прям в упаковках не было вот этих вот насадочек. Вот этих именно, на чем держится сам шарик. Вот такой шар. Рельефный. Дальше. Они очень легкие. Прям вообще. И сегодня мы ими нарядим ёлку. Но вот этот, конечно, чуть-чуть не аккуратный. В плане вот этой вот позолоты. Ну, я думаю, это будет смотреться по-настоящему, как такой иней. Простые с блёсками. И здесь их по каждого по две штучки. Вот такие интересные шары. Так, дальше. Решила взять вот такие вот ветки. Это также снежное кружево. Ветка декоративная. Блеск. Три штуки здесь. Состав полипропилен, сталь, пэт. Но достанем мы с вами их в самом конце. Потому что они будут очень сильно сыпаться. И надеюсь, они на ёлке будут смотреться гармонично. И так, теперь, что касается подарков детям из неблагополучной семьи. У нас на работе. Так как наша организация является монополистом и занимается благотворительностью, кроме своей основной деятельности, мы связываемся с социальными службами, где стоят на учёте семьи из неблагополучных семей и собираем им новогодние подарки. Перед этим узнают, что они бы хотели, либо мы сами связываемся. Вот в этот раз я сама связывалась с семьёй и спрашивала, что конкретно хотят их дети. Там мама ушла из семьи, трое детей, тринадцать лет девочке, мальчику десять и ещё одной девочке пять лет. Папа их воспитывает один. И им нужен был телефон мальчику, девочке колонка. Я вставлю вам фотографии, видео, что мы заказали. И ребёнку игрушки. Игрушки также будет покупать ещё один наш кабинет. У нас три кабинета. И решила всё-таки докупить детям ещё небольшие канцелярские, скажем так, да, продукты. Нашла вот такие вот также в фикс-прайсе фломастеры, 12 штук. Они смываемые. И здесь, я так понимаю, вот что-то должно крутиться. Или вот, не знаю, боюсь я всё это открывать, конечно, но сейчас попробуем, если у нас всё нормально откроется. Яркие цвета, легко смывать, отмыть ручки. Отстирываются с одеждой, смываются водой. Такие. Фломастеры, измени настроение, поверни тубус. Ну, я пробую. А, он здесь просто заклеен, мы с вами не увидим. Здесь всё заклеено. Ну, видимо, когда крутишь, вот здесь эмоции у машинок меняются. Такие вот фломастеры. И старшие могут что-то пораскрашивать. Также будет, что раскрашивать купила. И мелкая тоже сможет, даже может на одежде это прессовать, всё это отстирается. Хотела взять большой набор карандашей, но, к сожалению, у нас их в магазинах не было. Взяла вот такие небольшие. Тут 12 штук, но 24 цвета. Они двусторонние. Карандашики, набор цветных двусторонних карандашей. Тут, в принципе, цветов предостаточно. Даже есть тёмные и светлые оттенки. Такие карандаши. И взяла три раскраски. Это мальчику большая раскраска. Интересные задания. Десять лет. Я думаю, всё равно дети в любом возрасте любят раскрашивать. Только у каждого свои запросы по картинкам. Здесь тачки у нас. Затем большая раскраска «Холодное сердце». Ну, это, видимо, девочки постарше, если ей понравится. Либо мелкая будет раскрашивать, ну, либо все вместе. И это маленькой трикота. Тоже все раскраски мне с заданиями. И я, наверное, потом всё-таки постараюсь заснять вам, как мы будем упаковывать, не будем упаковывать, какие подарки мы купили. Если получится, конечно. Либо, повторюсь, ставлю вам фотографии, какие подарки были куплены. Итак, давайте теперь всё-таки попробуем открыть вот эти ветки. Но они, конечно, будут жутко сыпаться. Но не без этого. Так, вот, достали. Они, конечно, все тут между собой скрепились. Там были вот такого вида веточки. Просто как такие скелетированные листики. И ещё какой-то вид. Но я уже не помню, что там было. В общем, три вида их там всего. Все в золоте. Так. Вот такой листик. Мне нравится. Ну, опять же, смотрите, чтобы они были все покрыты вот этим вот блеском. Потому что на некоторых, вот здесь прям на кончике, они облупились. Но это понятно, что они в конце облупятся больше, да, станут лысенькими. Но на начальном своем этапе эксплуатации хотелось бы, чтобы они были более-менее приличные. Вот такие. Может быть, вот так их повешу. Может, прямо разложу. Не знаю, ещё не решила, как буду украшать ёлку. Но, естественно, вам всё покажу. Вот такие были у нас в этот раз покупки. Немного. Но они, думаю, все полезные. И да, что касается чека. Вот чек. Также было всё куплено на Фридриха Энгельса. И цены. Всё. Всем спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok